Представляете, да, женщину убедили не быть женщиной, потому что настолько женщину принизили. Если она будет действовать как мужчина, то это придаст ей силы, потому что женщина есть больше способность верить. Мужчина — это наша проблема, поэтому давайте мы от них избавимся. И Господь создал их равными, но с разными функциями. Приветствуем вас, друзья. В эфире очередной выпуск программы «Для нее». И в этой студии сегодня Анна Мартиросян, молодежный лидер Церкви Слова Жизни. Мария Готовцева, мама шестерых детей, жена одного из наших пасторов. Маша активно занимается социальной работой в Церкви и также является предпринимателем. Я Юлия Попова, я преподаватель библейских курсов Слова Жизни, занимаюсь консультированием и возглавляю отдел по взаимодействию с еврейскими организациями. Девушки, сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить тему под названием «Феминизм». Очень актуальная, насущная, важная тема. И сегодня мы с вами посмотрим несколько отрывков из проповеди Лизы Бевер на эту тему. Их будет три или даже, может быть, четыре, как у нас пойдет с вами разговор. Поговорим, как раз обсудим те мысли, которые она озвучивала, о роли женщины в современном мире, и о ее правах, о ее ответственности, о том, отличается ли она от мужчины или нет. Вот об этом мы будем говорить, поэтому, когда будем смотреть эти отрывки, может быть, что-то вы захотите законспектировать для того, чтобы последствия именно это мы и обсудили, то давайте это сделаем. Ну что, посмотрим? Почему так? Почему женщины не любят друг друга? Он ответил мне, «Женщины воспринимают мужчин как ответ на свою проблему, а других женщин как проблему». Женщины тянутся к мужскому началу, чтобы получить силу, но избегая других женщин, говоря, «Ты моя соперница в борьбе за мужскую силу» или «Ты раздражаешь меня, потому что напоминаешь мне о моей слабости». Нам надо изменить это. Нам надо пересмотреть наши позиции. Мы дистанцируемся, потому что нам не нравится, как выглядит наш пол. Но знаете что? Это потому что в течение долгого времени отсутствовало знание о ценности женщин. И когда женскому полу не придается ценности, то вы и не хотите быть женщиной. Кто начал это? Это движение началось. Мне в этом году исполняется 46 лет, так что движение феминизма началось через пару лет после моего рождения. Вначале феминистки говорили, то, что мы за одну и ту же работу получаем неравную оплату, несправедливо. И знаете что? Это правда. Но они на этом не остановились. Они стали говорить. И это тоже неправильно. И это тоже. Потом они стали говорить. «Мы будем сильными женщинами, мы станем как мужчины. Мы будем делать все то же, что и мужчины. В этом сила женщин — быть как мужчины». Они находятся в сильном заблуждении. Феминистки — это самые большие противники женского начала из всех, кого вы встретите в жизни. Они хотят, чтобы женщины были как мужчины. Интересно, что они хотят? Чтобы мужчины были как женщины? Это и вправду так. Они в полном заблуждении. Они хотят, чтобы женщины были как мужчины. Мужчины как женщины. И они все запутали. Я сторонница равной оплаты труда. Я считаю, что женщины могут иметь любую профессию. Но феминистки не останавливаются на этом. Они стараются вытеснить мужчин из сфер жизни. Они испытывают ненависть к мужчинам. Но вам нужно помнить то, что мы выучили на прошлом уроке. Наша проблема — это не мужчины, а змей. Мужчины — наши союзники, а не враги. Но также мы не должны стремиться принимать их образ. Женщины немного запутались. Но знаете что? Бог побуждает женщин. Он восстанавливает нас в наших индивидуальных позициях и дарах. Прежде всего, в качестве дочерей. Потому что, знаете что? Я мать, я жена. Но прежде всего, я дочь. Я буду дочерью всегда. Лиза Бевер очень радикально в своем послании, на мой взгляд, в адрес феминизма. И радикально в том, что она говорит для женщин. Вообще, ее послание, оно... Она всегда радикально. Для женщин. Она очень полезна. Бог ее призвал в это время именно говорить женщинам и быть голосом для женщин с одной стороны. На мой взгляд, с другой стороны, она голос и для мужчин. Для того, чтобы и мужчинам объяснять. Я уверен другим взглядом. Кто такие женщины? И что они из себя представляют? И какова их ценность? И роль женщины в целом, как и в церкви, так и в семье, и в обществе тоже. Ну вот, если начать с ее первой мысли, что женщины смотрят друг на друга, как на врага. Это большая проблема, потому что поддержка женщин очень важна. И, например, сейчас в социальных сетях уже больше идет такого послания, что иметь друзей девушек намного важнее, чем иметь парня того же самого. Потому что парни пойдут и уйдут. А вот это твой круг, который очень важен, если вы сможете найти себе друзей, которым вы уже 5-6 лет, которые не просто, с которыми вам весело проводить время, но также друзья, которым вы сможете поддержку находить и какое-то важное общение. Если они еще из церкви, то это вообще супер. Да, и об этом очень много сейчас говорят. И я рада, кстати, по этому поводу, что сейчас я даже себе сделала небольшую пометку, что вот когда женщины, даже сейчас очень часто идет такое послание, что девушки красятся не для парней, а, во-первых, для себя и для других девушек. Потому что когда другая девушка говорит, как хорошо она красилась, это комплимент намного лучше, чем если бы какой-то парень мне сказал, что я красиво накрасила. Такая, о, значит, румяна хорошо сделала, и тени красивые. Меня оценили по достоинству, правильно, не преувеличивали. А вот раньше, как всегда были, что нет женской дружбы. Помните, да, вот эти слова? Женской дружбы не существует. Да, это была такая фраза. Да, мужчины, это вот всегда такие верные друзья, они друг друга там, за друг друга стоят горой, а женской дружбы нет. И вот я думаю, мне понравилось, что она сказала, что вначале феминизм был создан, чтобы просто уравнять отношения между женщиной и мужчиной, потому что настолько женщину принизили, что женщине захотелось просто, да, получать больше зарплату. Не быть просто мамой, да, когда представляют часто меня очень... Ну, сейчас уже не цепляет. Жена пастора. Но я же не только жена пастора, хотя это здорово. Я же не только мама шести. Это же не все мои достоинства. Это поначалу я так себя чувствовала. Вот это вот уравнять себя, что я тоже кто-то есть, вот это вот смысл был вот этого феминизма. Конечно, мы потом, мы-то радикальные женщины. Найти ценность в чем-то еще. Да, что мы можем быть кем-то. А вот женщина как бы часто не умеет себя остановить. И они пошли все больше и больше. И мы можем преобладать над мужчинами. И мы, наверное, можем. Я не спорю как бы. Но какой ценой вот это вот уже вот тут вот это середина вот этого феминизма бы найти тоже. Вот было бы интересно бы. Но если вернуться к мысли о женской дружбе, у тебя есть подруги, Маша? Подруги? Да. У тебя есть близкие подруги? У меня. Без которых ты, ну, скажем так, не обходишься. Не обходишься. К сожалению, нет. А знаете почему? Потому что почему-то все заполонил Борис. Мне даже впихнуть подругу некуда. Я не понимаю. А потребность? Если ты хочешь со мной дружить, пошли. Давай подруги. А потребность в подруге у тебя есть? Есть подруги, которые, ну, вот чтобы прям вот одна на всю жизнь, вот такой нету, да? Я не скажу, что у меня одна. У меня есть несколько, небольшая группа девушек, к которым я могу обратиться, если мне нужно что-нибудь чем-то поделиться с вашей жизнью. Хорошим или плохим, или если мне нужна какая-то поддержка. Мы не говорим о каких-то наставниках, да? Это вот отдельная группа людей. Вот именно просто твоя группа людей. Или это может быть один на один. Потому что я очень интровертивна и интровертивна. И мне сложно, когда большая группа. Я могу один на один встретиться, попить кофе, там, раз в неделю, раз в две недели. И вот рассказать обо всем, что происходит в моей жизни. И найти какую-то поддержку. Или если там я не могу уснуть, я чем-то тревожусь, я всегда могу найти вот эту вот любовь и заботу в другой женщине. Потому что с мужчиной немножко сложно так близко дрожить. Это очень опасно и чревато последствиями. Но когда у тебя какой-то близкий друг есть, это очень важно. С которой можно делиться чем-то сокровенным, быть самой собой. И в свою очередь она может быть с тобой самой собой. И вот такая-то как поддержка во вместе. Особенно, когда ты еще не замужем. Вот сейчас уже как бы не стыдно с мужем дружить. А ей, конечно, когда нет ничего. Ну, несомненно, у замужней женщины, наверное, частично перекрывается эта потребность. В том, что у нее муж, ее друг. Особенность он умеет слушать. Побольше слушать. Но несмотря вот на то, что я в счастливом браке уже почти 30 лет. И мой муж, конечно, мой лучший друг. Но как-то особенно вот в этом году. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с возрастом. Может быть. Может, с пандемией. Может, с какими-то процессами, которые там внутри меня происходят. Я как-то очень остро ощутила нехватку. То есть у меня есть хорошие приятельницы. Мои подруги. Их немало. То есть у меня нет проблем с кем-то там пойти выпить чашечку кофе где-то. Я всегда найду себе такую девушку. Но у меня почему-то возникло ощущение, что вот какой-то близкой подруги у меня нет. И я стала об этом размышлять и пришла к выводу, что найти такую подругу по жизни – это большая удача и большое благословение. На самом деле такая подруга – это дар. То есть это не просто некая данность или что-то, что тебе в жизни сопутствует. Это дар. И этот дар нужно, наверное, распознать, ценить. И здорово, если самому быть этим даром, научиться быть дружелюбным и быть таким же даром другого человека. И вот я даже стала размышлять на эту тему. И у меня есть такой обычно с начала года некий список, который я составляю таких своих желаний или молитвенных просьб. Вот одна из моих просьб была – это близкую подругу женщину обрести. У меня вдруг возникла в этом потребность. Удивительно. Вот как-то так. Приятница и подруга – это вот в моем понимании, что подруга – это тот, кто проверяет со временем. Ты с ней дружил и до семейной жизни. Ты с ней дружишь, когда у тебя появляются дети. И у вас темы не меняются разговоры. Вы все время… Вам есть о чем поговорить. Ну и даже когда в том возрасте, когда у тебя уже есть друг, муж, да, и ты обрел вот эту подругу, и ты понимаешь, что ты с ней готов уже вот идти до конца. Вот такой подруга, конечно, ценный. То есть говоря о женской дружбе, конечно, это очень такой важный компонент, наверное, богом задуманный, чтобы женщины общались и дружили. Да даже раньше, когда женщина все еще была в порабощении у мужчин, но тем не менее они жили вместе. Да. Да, они вместе воспитывали детей, у них была какая-то социальная жизнь совместная, если мы говорим про недели. Совсем давние, то они сидели, в кругу вышивали, о чем разговаривали, и это был их круг девушек. И сейчас у нас, в принципе, все в жизни стало достаточно поверхностным. Отношения поверхностные, дружба поверхностная, да, какие-то контакты поверхностные. То есть когда я училась в школе, было модно дружить с парнями, а не с девушками. Если ты была одна из парней, то ты была классной, все тебя принимали. Но если ты вдруг дружила с девчонками, то это не стыдно было, но это было не так круглого. Чего тебе не хватает. То есть ты какая-то слишком девчачья, вот, иди там танцуют свой балет, и все. И ты чувствовал себя какой-то не такой. То есть очевидно, что вещи какие-то стали изменяться. И может быть, эту потребность я ощутила от того, что, в том числе и мой взгляд на роль женщины, на силу женщины, на ее способность. Вообще я сейчас говорю в целом о образе женском, да, на ее способность повлиять на мою жизнь, что-то дать, принести в мою жизнь, она, может быть, даже изменилась. Потому что действительно, вот, как Лиза говорит, женщины тянутся к мужчинам, потому что от них они получают какую-то силу для своей жизни. То есть от них они, вот, как ты говоришь, когда ты училась, это было круто. То есть получают какой-то апгрейд определенный своего статуса в обществе. От чего? От того, что это действительно так, или от того, что их взгляд на женщину какой-то не такой, что женщина недооценена на самом деле. Да. И вот, на мой взгляд, красивый аксессуар. Да, я здесь с Лизой полностью согласна, что женщину и ее способность приносить, обогащать, приносить что-то в твою жизнь, как подруге, как духовному лидеру, как духовной маме какой-то, да, если мы говорим о более старших женщинах, которые общаются с более молодыми женщинами. В этом есть огромная сила. И они могут обогатить твою жизнь, раскрасить твою жизнь и, безусловно, дать тебе что-то, что мужчина будет дать не способен. Да, это правда. Потому что это есть только в женщине. Ну, вот мы с вами обсудили, да, тему женщины-подруги, как это важно. И говоря вообще о феминизме, вот то, что Лиза здесь в своей проповеди упоминает, что движение феминизма, оно изначально началось как борьба за женские права. И это действительно так. То есть если мы говорим о России или Советском Союзе тогда, или там вот этих вот всех исторических моментах, которые происходили, то это начало советской власти в нашей стране, там 17-18 год, когда это действительно совпадает с такой борьбой женщин за свои права, за равные права в обществе, за равные права с мужчинами, за право работать, за право получать, как она говорит, равную зарплату с мужчинами, за тот же самый труд. То есть за право на образование, то, чего женщина была лишена в патриархальном мире, там, где правили мужчины. И с одной стороны, как бы неплохое было начало движения, в общем-то, в этом было, наверное, какое-то рациональное зерно, но, на мой взгляд, это похоже на маятник, который качнулся из одной стороны в другую сторону и не остановился посередине. Но ушел совершенно в обочину, когда женщине уже мало было просто быть женщиной, созданной по образу и подобию Бога и действовать от всех тех даров и талантов, которые есть в ней, как в женщине. Ей захотелось еще и взять ту часть, которая в мужчине. Как вы смотрите на это? Ну вот я для себя отметила такой момент, я уже не помню, я читала в ее книге или в других исследованиях про феминизм, есть такой момент, что равноправие — это не то же самое, что и одинаковость. То есть мы можем иметь равные права, но при этом не означает, что мы должны быть такими же одинаковыми между собой. У нас есть какие-то качества, которые нет в мужчинах, и в мужчинах есть качества, которые есть в женщинах. И вот это очень важный момент, не терять его из поля зрения и в то же самое христианстве, потому что женщины помогают мужчине. То есть мы равные, но разные. Да, да, это очень важный момент. И поэтому, к сожалению или, может быть, к счастью, мы никогда не сможем восполнить каких-то нужд, которые могут восполнить мужчины, и мужчины не смогут быть такими, как мы. И это очень важный момент тоже. Но опять же, почему женщинам захотелось быть как мужчины? Ну, они увидели то, что можно было мужчинам, да, то превосходство и то унижение. Вот это вот, с одной стороны, женщину, которую принижали настолько, что ей было, ну, ей не хотелось быть женщиной. Представляете, да, женщину убедили не быть женщиной, вот это вот нежелание быть женщиной. Быть женщиной как-то это плохо. Это было как оскорбление, да. Это что-то не то. И мужчина, которому дозволено все. И вот, конечно, она захотела быть вот как он. Почему феминистки, почему для них высшим благом было быть как мужчина, да, или занять те же профессии, или те же роли играть в этой жизни, как играет мужчина. Не только для того, чтобы там получить равные с ними права, но и потому, что они так и не приняли эту мысль, что женщина ценна, потому что она женщина. Она ценна тем, что она женщина. Что бог создал два пола, и в каждый пол он вложил что-то от себя. То есть каждый пол представляет бога особенным образом. Женщина представляет бога с одной стороны, мужчина представляет бога с другой стороны. И вот, когда женщина не видит собственной ценности, не видит ценности бога в себе и себя в боге, то ей хочется быть как мужчина. И вот почему этот маятник качнулся вот в ту сторону, на мой взгляд. Поэтому я здесь согласна с Лизой, что она говорит, что феминистки как раз это движение, это то движение, которое больше всего женщины не поняла. Они начали как что-то хорошее, а законные. Да, потому что они как раз рождены в отсутствии понимания ценности женщины, истинной ценности. Рождены в борьбе за то, чтобы женщина встала на одно место рядом с мужчиной. Ей не нужно на этом месте стоять, ей нужно быть самой собой. И поэтому в церквях, и в целом, если вы спрашиваете людей, феминистки ли они, они ассоциируют это слово с какими-то агрессивными, злыми женщинами. Но по сути любая женщина, которая и мама, и работает, и делает, и имеет какое-то хобби, она тоже феминистка. Потому что в этом был смысл, это было начало самого этого движения. То есть оно такое амбивалентное движение, то есть с разных сторон можно на него посмотреть. И хорошо, если мы не просто смотрим на негативную часть, но и положительное, то, что принесло нам. Ну, сегодня феминизм это больше негативная коннотация, конечно. Да, я согласна, к сожалению. Но с другой стороны, мы никуда не можем деться, и у этого явления нет, к сожалению, никакого другого определения. С другой стороны, женщине действительно необходимо было какое-то большее пространство в этом обществе. Потому что, несомненно, ее образ, он был недооценен в этом обществе. Я абсолютно в этом уверена. И, к сожалению или к счастью, над этим тоже потрудились феминистки для того, чтобы высвободить ее в этот мир, в это общество. В этой эмансипации женской, так называемой. Ну, давайте, может быть, посмотрим еще один отрывок, потому что у нас несколько отрывков из проповеди. Мы стоим у истоков формирования творения, имя которому – Дочь Всевышнего Бога. У нас есть шанс начать врастать в этот образ. Вместо того, чтобы говорить «мне это не нравится», мы должны заинтересоваться, каков этот образ. Как бы выглядели мы, если вы начали носить удобную обувь? Как сделать так, чтобы я перестала негодовать на то, что я женщина? Настало время для нас сформировать истинный женский образ, и у нас есть сила выразить его по-настоящему. Я также думаю, что женщины утратили что-то существенное, и нам необходимо восстановить эту связь. По себе я знаю, что мне очень не нравится быть ограниченной. Мне не нравится чувствовать себя слабой. Я не имею в виду в каком-то глупом смысле. Мне не нравится думать, что я имею ограничения. Но знаете что? У нас есть сила. У женщин есть слабости лишь в тех сферах, где они сравнивают себя с другими людьми. То же самое относится и к мужчинам. Они говорят «как хорошо он играет в гольф», а я вообще не умею. Но ведь у них есть другие сильные стороны. Нам надо перестать сравнивать себя друг с другом и противопоставлять. Нам следует начать говорить «а в чем моя сила?». Каждый раз, когда вы принижаете кого-то, от этого вы не выглядите более сильным, а просто все выглядит слабым. Поэтому нам всем надо начать меняться. Женщины говорят «я цена так же, как и мужчины, я заслуживаю уважения». Но тогда нам надо вести себя так, чтобы мужчины захотели пригласить нас в свой мир. Чтобы они сказали «мне нужна ваша помощь», вместо того, чтобы нам пытаться делать что-то вместо них. Хорошо. Нам на самом деле необходимо, чтобы женщины обрели свое место. И многие из нас сбились с пути. Мы пытаемся вернуться на верный курс. Это относится и ко мне. Последние два года в моей жизни я занимаюсь проблемами взаимоотношений полов. Я занимаюсь вопросом о том, что такое быть женщиной, как она говорит, как она действует, как она живет. Если я нашла настоящую женщину, как бы она выглядела? А если бы и не нашла, то как мне самой стать настоящей женщиной? За многие годы мы услышали много разных учений и взглядов о женщинах. В молодости, когда я впервые услышала речи одной феминистки, ее идеи мне понравились. Я сказала «о да, здорово!» Это как раз то, что мне нужно, сила. Но знаете что? Постоянно чувствовала, что под всеми этими идеями таится гнев. Потом я слышала то, что говорили разведенные женщины. Они говорили о том, как плохо обращались с ними мужчины, и о том, что им нельзя доверять. Но в их голосе всегда ощущалась горечь. Потом я поступила в колледж, и моим преподавателем по женской социологии была очень своеобразная женщина. Она была лесбиянкой. Это была интересная личность. У нее была такая особенность. Что бы она ни говорила, она всегда возвышала женщин и принижала мужчин. Всякое проявление женственности она характеризовала как глупость. Всякое проявление заботливости она называла слабостью. Потом я пришла в церковь и стала слушать точку зрения служителя. И мне она показалась проявлением стереотипов и косно-религиозной системы. В каждой точке зрения была крупица истины, но не было полной истины. Да, были тяжелые испытания. Да, были разводы. Была мужская тирания. Были предательства. Были утраты. Было насилие. Но когда я собрала все эти образы вместе, то увиденное мне не понравилось. Я не хотела получить безопасность ценой ожесточения своего сердца. Я хотела, чтобы у меня было открытое сердце, но чтобы я могла жить по-другому. В этих ситуациях всегда был элемент комплекса жертвы. Женщин превращали в жертву, а это значит, что у них больше не оставалось никакого достоинства. И знаете что? У женщин есть достоинство благодаря тому, что Иисус делал на кресте. Мы не жертвы. Независимо от того, через что мы прошли в своей жизни, у нас есть достоинство, и нам нужно ходить в нем. Для того, чтобы найти путь к истине, нам надо будет отключить стереотипы, которые нам навязывает общество. Знаете, бывает так, что вы что-то услышите, и эта информация поступает в ваш разум в чистом виде. Но после процесса переработки она полностью искажается. Люди пересказывали мне что-то, сказанное мной раньше. Они слышали это по-своему. И когда передавали мне, я говорила, «Это не то, что я сказала. Это не то, что я имела в виду». Но они услышали именно это. Нам надо понять, что мы должны отключать стереотипы и косность мышления, потому что они искажают все в жизни. Для женщин существуют постоянные стереотипы. Может быть, они есть и для мужчин, но у женщин они тоже есть. Я слышала это в проповедях. Я слышала это в школе. Я слышала это в комедиях. Я слышала это в браках. Знаете, что говорят стереотипы? Они говорят, «Женщины — это проблема». Вот что я слышала постоянно. Вот такой основной стереотип в нашем обществе. «Женщины — это проблема». Это говорили мне не мужчины. Это говорила мне вражда. Женщины — это проблема. Когда пастор читал, «Жены, повинуйтесь своим мужьям», я вскрикивала. «Это почему? Это потому, что я проблема?» Я все слышала через призму этой идеи. Когда я слышала, «Муж — это образ Бога, а жена — это образ мужа», я говорила, «Мужчина — это прообраз Бога, а я почти что грязь, верно? Я что-то вроде животного». Но это неправда. Женщины — не проблема. Да, они могут вызывать проблемы, но быть проблемой — это не признак нашего пола. Но в самом деле истина вообще в противоположном. В самом начале творения была некая проблема, и она была в том, что мужчина был одиноким. Божьим ответом на эту проблему стала женщина. Женщина — это не проблема, а ее решение. Поэтому, как Бог назвал женщину? Помощницей. Они восполняют любую нехватку. Что происходит, когда вы считаете себя проблемой? Рано или поздно вы начинаете вести себя соответствующим образом. Если вы думаете, что вы проблема, то когда люди предлагают вам решение, вы не слышите этого, потому что вы воспринимаете эти слова как проблему, а не как ее решение. Но если вы верите, что вы решение, а не проблема, тогда вы думаете совсем иначе, чем в том случае, если у вас склад ума ориентированный на собственную проблемность. Очень хорошая проповедь. И здесь Лиза поднимает другую важную тему об истинном женском образе. И вот в связи с этим у меня несколько таких вопросов возникло, которые я себе записала, и было бы интересно, наверное, о них поговорить. А в чем, собственно, истинный женский образ? Вот как мы сегодня себе могли бы его представить? Вот быть женщиной – это что? Это как? Я думаю, что это не какой-то один единый образ, потому что всегда есть какие-то культурные, традиционные особенности. Это он разный. То есть, не знаю, если вы видели, в социальных сетях сейчас очень популярны картинки с разными типами женщин, и говорят, что это тоже нормально. Есть женщина, которая без детей – это нормально. Есть женщина, которая с детьми – это нормально. Есть женщина, которая работает, которая не работает – это тоже нормально. И вот, наверное, женский образ, он не в том, что мы надеваем, или кем мы работаем, а кем мы являемся по сути. То есть, проявляя заботу или внимание. И то, как она говорила, что проявление заботы – это не слабость. Я бы не хотела, потому что я по своей сути очень заботливая. И к мужчинам, и к женщинам. Это совершенно не важно, кому управляет забота. Это черта характера. И женская какая-то черта. И если мне будут говорить, что я увидела в вас что-то и не поправила это, это я проявила слабость или просто заботу и любовь к человеку? И если это слабость, то я не согласна с этим. Маша, что ты думаешь? Истинный женский образ. Женщина. Какая она должна быть? Что такое быть женщиной для тебя? Мне тоже понравилось показать вот это понимание, что вот если ты хочешь быть мамой, просто мамой, и не нужно тебе сейчас работать, то будь ей. Истинный женский образ – это тот человек, который делает то, что он хочет. Он показывает всем. Я есть, то я есть. Я есть мама. Я, может быть, не мама. Я не хочу быть сейчас мамой. Я жена. А может быть, я не жена. Я не хочу быть женой. Но я живу полной жизнью. Мне это нравится. То есть мне не надо кем-то стать, чтобы пойти в полнотру. Мне не надо называть Катей, Люсей. Я Маша. Я есть, кто я есть. И это, я думаю, в этом есть и счастье, и ценность женщины. Она не бежит каким-то образом. Она не бежит за кем-то. Она просто тот, кто она есть. И вот через это она может проявлять себя. Она может быть усилена на работе, потому что ей работа это нравится. Она может помогать другим, потому что ей это нравится. Она может быть хорошей мамой, да, но при этом там, ну, не служить, может быть, да, я такие страшные слова скажу, в церкви. Но она такая замечательная мама. Ты смотришь на нее, и ты учишься у нее. И вот этого достаточно, на мой взгляд. Тут такой момент есть, чтобы понимать, что если чего-то у меня нет из того, что там есть у вас, например, то это не означает, что я меньше женщины, чем вы. Если я не замужем, это не означает, что я не восполнена какой-то вселенской. Да, что ты не реализовала себя. Я реализовала себя, а как я вышла замуж, все, то есть я нашла, то есть была половинкой, стала целостной. Нет, я могу быть целостной сейчас. Смотри, Аня, раньше бы тебе бы возразили и сказали бы, даже если ты читаешь Ветхий Завет. А женщина, которая не рожала, ее же считали проклятой. Да, то есть женщина должна была выйти замуж, то есть каждый отец для своей дочери желал удачного замужества. И когда она выйдет замуж, ее главной задачей было рожать детей. Если она их не рожала, то что-то в ее жизни было сильно не так. То есть постоянно должно быть днето рождение. Да. Теперь смотрите, когда приходит Иисус, в Евангелие есть очень интересное место. ему, когда он идет, да, среди Израиля, там, среди толпы людей, вслед ему кричат, блаженно утроба тебя носившая и сосцы тебя питавшие. То есть ты такой классный, такой хороший Иисус, что как же благословенна та женщина, которая твоя мама и тебя выносила. И очень интересно, что в Евангелии на это Иисус возражает ей и не говорит. Ему, в принципе, это говорит другая женщина. И он ей не говорит, да, точно, моя мама классная и благословенная. Как будто бы даже есть какое-то противоречие здесь в Новом Завете. Как будто бы Иисус и не ценит вроде как свою маму. Но на самом деле там очень интересные вещи описаны. И он ей возражает и говорит, нет, блаженные, слышащие слово мое, исполняющие его. О чем это он? О том, что роль Марии, она не сводилась только к функции гормональной. Да, зачать, родить и выкормить. Телесной функции рождения детей у женщины. Ее личность позволяла ей, ее статус, ее образ как дочери Бога позволял ей общаться с Богом напрямую. И Бог ее в этом общении напрямую попросил о важной миссии стать матерью его единородного сына. И она ему сказала да. То есть она в общении с Богом сказала, да, Господь, я эту миссию на себя принимаю. И в этом гораздо больше был подвиг ее, чем просто способность ее тело родителей выносить. Поэтому, на мой взгляд, вот когда Лиза здесь упоминает слово стереотипы, такое очень важное слово. Очень часто мы на женщину смотрим, ну, может быть, не мы, а в обществе. Это все еще есть отголоски этому. В обществе, в церкви смотреть через определенные фильтры стереотипов. И вот какие стереотипы сегодня существуют и, может быть, даже мешают, Маша. Тебе мешают какие-нибудь стереотипы? Вот люди как-то оценивают тебя так, как ты сама себя не оцениваешь. Абсолютно. Первый стереотип, и ты сталкиваешься с этим везде. Если ты мама, значит, ты не сможешь полноценно работать, заниматься чем-то, да, вести бизнес. Вот этот стереотип, что ты все, как бы, ты ограничен. Ты родила, и все. Дальше у тебя нет жизни. И мне приходилось каждый год. Причем об этом мне говорили все время в церкви, да. Сейчас она родит, и все, как бы, можем уже закрыть, черту поставить, все над ней. После первого говорили мне, после второго, после третьего я уже не выдержала, сказала, не дождетесь. Потому что вот это вот, знаете, обижает. И причем это делают мужчины. И я так часто встречала женщин, которые были горящими, которые хотели служить в церкви, но муж ей сказал, все, ты родила, теперь сидишь дома, готовишь мне еду. И я понимаю, мужчина, может быть, и имеет на это право. Слава богу за моего мужа, который понял, если сейчас я ее остановлю, мне же хуже будет. Маш, ну у тебя там вечно двигатель внутри какой-то. И нельзя его вообще останавливать, иначе будет... Как женщина из 31 главы притч. Да, Борис мне об этом часто говорит. И вот этот стереотип, все, у тебя нет, ты вышла замуж, ты родила, дальше жизни своей у тебя нет. И это больно слышать, на самом деле. Я согласна с этим. Таня, а ты вот, я тебя хочу спросить, перебью тебя. Ты вот, не будучи замужем, да, не имея детей, находясь среди людей в церкви, где, ну, в общем-то, ценности, это дети, ценности, это семья. Да, где там с кафедры Алексей Романов призывает всех жениться и выходить замуж. Ты себя как ощущаешь вообще? Вот ты вот не замужем. Ну, наверное... Ты себя полноценной женщиной, девушкой ощущаешь? Да. И это мысль, к которой нужно прийти со временем, потому что я по национальности армянка. И армянское общество... Ох, это еще, да, трудно. Это максимально патриархальное традиционное общество, с которым я вообще никак не согласна. Наверное, самые такие яркие моменты, которые я помню из детства, из такого подросткового возраста, что когда какое-то празднество, да, у кого-то дом... Или приходите домой в гости, или Новый год у армян, он проходит неделю, 10 дней, вот до Рождества. Они вот всю неделю ходят от друга домой, и там есть очень важный такой момент. Как только вы пришли домой, поздоровались, мужчины пошли сели в гостиной, общаются, пьют кофе, а женщины идут на кухню готовить еду, помогать другим женщинам. И даже если ты ничего не делаешь, ты не можешь пойти сесть с мужчинами и с ними тоже слушать, о чем они говорят. Ты как женщина должна сидеть на кухне. Хочется так наоборот. Я совершенно тебе согласна с этим. Я люблю Армению. Да, и вот такого патриархального понимания, осознания того, что девушка не может чего-то сделать, того, что может делать парень. И даже вот эту фразу я слышала всегда, когда мы... Я и моя сестра, мы выросли в Москве, то есть мы прям московские. И нам чуть больше было позволено, чего нельзя было там вот другим девушкам в Армении. Когда мы приезжали, мне было где-то 19-18, мы приехали, хотели куда-то пойти погулять. Просто мы вдвоем, или даже я одна. И нам говорили, ты не можешь так сделать, обязательно должен быть с тобой парень, потому что девушка одна не может гулять. Я ей говорю, гулять ночью, просто днем пойти погулять. И очень тоже актуальная была фраза, вот, ну вот он парень, ему можно, а девушка, а тебе нельзя. Почему нельзя? Никто не объяснял. Просто вот по какому-то гендерному принципу, из-за того, что он парень. Все. Но как ты сегодня себя ощущаешь? Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось эти стереотипы разорвать? Для себя, да. И что тебе помогло? Мне помогло общение вот с другими девушками, общение вот и понимание, что есть европейская культура, да, там есть культура штатов, у нас церкви. Мы довольно европеизированы в нашей церкви, и мне нравится, что здесь девушка может быть спокойно организовывать что-то, она может со сцены что-то говорить. И когда здесь меня поддерживают и говорят, что ты можешь это делать, неважно, какого ты пола, там, сколько тебе лет, и меня поддерживают, там, в молодежном служении, в других служениях, я понимаю, что да, какая разница, какого я пола. Ты свою ценность ощущаешь как-то по-другому. Да, и это понимание, это вот нужно разбить эту стереотипность, которую построили, вкладывали в тебя всю твою жизнь, и теперь ты чувствуешь себя намного свободнее. И сейчас, когда я вижу, как с другими девушками так поступаю, да, там, моей национальности или не моей национальности, я всегда стараюсь поддержать девушку, быть вот подругой, которая помогает, что того, что ты делаешь, достаточно, то есть твоего вклада, это очень важный вклад, и продолжать делать то, что ты делаешь. То есть ты цена сама по себе, тем, что ты есть, тем, что ты существуешь. Да, я не чувствую себя неполноценно от того, что я не замужем, например, это совершенно нормальный период жизни, и от того, что я не замужем, я сейчас не реализовала в своей жизни. В общем, ты наслаждаешься тем состоянием, в котором ты сейчас с благодарностью его принимаешь. И, кстати, к тому, что говорила Мария, когда я работала в одной организации, я была самая младшая, у меня было лет 20 на тот момент, а всем остальным было 40+. И почему-то все женщины считали очень важным сказать мне, что нужно выйти замуж, и тогда жизнь наладится. Не переживай, да? Когда-то будет лучше. Но, и еще один, и к тому же, там они говорили, второе, что они говорили, что тебе нужно нагуляться сейчас. То есть ты хочешь гулять, ходи гулять сейчас. Радуйся, наслаждайся жизнью сейчас, потому что, когда ты выйдешь замуж, ты больше не сможешь винить все свои друзьями. А это Василия, а это Василия. Что все, теперь ты принадлежишь мужу, не можешь туда ходить, не терять. Типа не только о женщинах, но и, в принципе, о семье, о устройстве семьи. И в какой-то момент я думала, хочу я замуж, мне нравится моя жизнь, ты хочу гулять. Ну, вот раз мы заговорили про культуру, там, армянская, восточная культура, ты говоришь, мы более европеизированы, европейская культура. Но мы-то с вами живем как верующие люди, как христиане. И я все-таки верю в преимущество культуры Царства Небес, Божьего Царства. И наши культуры, они все-таки человеческие культуры, и с ограничениями, и тоже с какими-то своими стереотипами. И, наверное, нельзя сказать, что западная культура намного лучше, чем восточная. Потому что в той же Европе мужчина перед женщиной уже дверь не открывает, потому что, ну, женщина на него может посмотреть косо. Она и сама себе может дверь открыть. И чемодан поднести? Где-то в этом тоже какой-то перекос и перебор, безусловно, есть. Так вот, когда мы говорим о культуре Царства Божьего, вот все-таки образ женщины, он какой в Царстве Божьем? И когда мы говорим о том, что женщина может быть и матерью, и женой, и может не быть матерью, и женой, и может быть полноправным, полноценным членом общества, делать что-то еще в социуме, может служить, может достигать успеха, строить карьеру, но как здесь придерживаться золотой середины? Ну вот Бог и сказал. При звании женщины быть все-таки матерью. И вот если все-таки женщина вступает в брак, у меня даже к тебе больше, Маш, вопрос. К тебе и к себе. Если женщина вступает в брак, и перед ней есть выбор. Она и мама, и жена, и она работает, или она хочет состояться как служитель, или в каком-то она, может быть, бизнесе, предприниматель, какое-то дело хочет начать. Должна ли быть градация приоритетов в таком случае? Что важнее в таком случае? Должна ли, нет? У меня просто вопрос, Маша. Что важнее? Что важнее? Или вообще все важно? Мне очень интересно эту тему поразмышлять. Я думаю, тут вот от умения женщины, конечно, приоритеты должны быть. Конечно, мужчина, как муж, это глава. Да, мы помощник. Нам Бог сказал, ты помощник, а это глава. И принижать его я не имею права. Я не имею права. В то же время хороший мужчина, он осознает, что я немощный сосуд. Значит, в семье я тот, которого нужно поддержать, тот, которому нужно помочь. Но когда я выхожу уже за пределы своей семьи, в мир, иду служить, иду работать, там, конечно, я тот человек, который может быть уже помощником, ну, вернее, как человек. Реализовать себя на 100%. Да, себя на 100%. И приоритеты к семье, несмотря ни на что. Вот если ты мама, вот ты мама, и ты предприниматель. Да, семья, несмотря ни на что. Что важнее в твоем? Вот у меня вопрос простой. Что для тебя принципиально важнее? Важно, чтобы твоя семья не страдала. И тут нужно понимать вообще, тут это вообще командная работа. Страдает ли муж так, что вот у него просто вот ему тяжело без рубашки поглаженной, и он уже спать не может, и есть не может, он не может так жить, что у него рубашка не поглажена. Или он перетерпит, пока ты там бизнесом занимаешься. Это командная работа. Видишь ли ты, что вот есть сейчас времена, у тебя в семье почти все кризисы всех лет, и сейчас тебе нужно вот два дня точно в неделю уделить, что ты только с детьми, что ты ничего не делаешь. Конечно, в день, там, по 15 минут, ну, настоящего, ты по-настоящему уделяешь детям, это важно. Вот, ну, надо тут посмотреть, не ушел ли ты в обочину, из-за которой постоянные проблемы. Посмотрите, там, где принижают женщин, восточные страны, это вот эта крайность, это вот обочина. И там, где... То есть сиди только дома, только семья? Да, да, только дома. У тебя нет другого вообще выбора, и даже тебе никто не дает вообще право другого выбора. И тут, когда ты можешь спинать с ноги, и муж тебе не муж, не нравится, иди. И детей ты в сад с полтора-полутора лет, и ты вообще не мама им, да? Вот как бы другая бочина. Мои дети не ходили в сад. Мои дети не ходили в сад. Кстати, про детские сады, да? Их, кстати, это... Они связаны с движением феминизма. Вы знаете о том, что когда женщина начала работать, и когда она стала востребована в обществе, то появились сады. То есть давай своих детей. Два месяца. Это прямое детище феминистского движения. Да, да. Мне нужно освободить время. Феминист. Заберите у меня ребенка. Кто в наше поколение? Какое оно выросло потом? Без любви, без понимания женского тепла, материнского тепла. Привязанности. Привязанности. Вот эта теория привязанности ребенка, ну, конечно, к маме. Это, естественно, совершенно. И вот эта привязанность, она нарушается, когда женщина кидается из крайности в крайность. Поэтому, на мой взгляд, вот я тоже, у меня тоже пятеро детей, и нашему младшему 10 лет, и я очень большую часть времени, несмотря на свою активную деятельность в обществе, я продолжаю очень большую часть времени посвящать дому и ему. Я чаще всего забираю его из школы, отвожу его в школу, там, частично Олег, частично я, и большую часть времени свободного в течение дня, он не один, он со мной, как правило. Для меня это очень важно. Пройдет время, он вырастет еще каких-то там 6-7 лет, и ты сможешь дальше реализовываться, делать то, к чему ты призвана, помимо семьи. Абсолютно. Сейчас ты должен понимать, что никто не должен страдать из тех, кто рядом с тобой, ближние. Дети не должны страдать. Придет время, сейчас ты, ну, как бы, вот этот вот, мне нравится, один православный священник сказал очень хорошую фразу, когда мы были в Кремле. Он сказал, что многодетная мама это лучший менеджер вообще может быть в организации, потому что та, которая может выстроить все, вот эти кружки, все вот это время, как уделить... Все логистику. Да, выстроить все. Еще и при этом она может там пойти на работу, да, что-то сделать сверх, каким-то интересными вещами увлекаться, да, копить марки, я не знаю, что делать. Это же, это же дар. И поэтому не каждая может быть многодетной мамой. Не каждая. Чтобы подытожить то, что вы говорите, как незамужние. Да, да. И мы увлеклись. И так у нас есть, Господь создал в первую очередь семью, и семья это важно. Но тут такой момент, балансы того же самого, чтобы не реализовывать себя в своих детях, а потом оказывать, что когда дети выросли, ты не знаешь кто ты, чем ты хочешь заниматься. И ты такой, а вот что мне нравилось заниматься в детстве, давай-ка вспомнишь, я любила рисовать или что-то еще. Поэтому хорошо, если у женщин есть какое-то хобби или какой-то вот талант. Даже если у вас нет таланта, найдите какое-то хобби, то, что вам нравится делать и делайте это, не знаю, пока дети в школе или пока они в садике или где-то еще. То есть всегда помните о том, что вы что-то еще. Имейте ценность себя, того, кем вы есть, помимо того, что вы мама. То есть не нужно оценивать себя только потому, что у тебя есть дети, и чем больше у тебя детей, тем как бы ты ценнее. Но это не так. Это угнетает. Это не так. Да, и многие женщины из-за этого подают депрессию, потому что они не знают, кто они такие, не потеряли себя. И я, кстати, тоже читала такой момент, что если, когда мужчина и женщина, они в браке, и мужчина, пока он на работе, он развивается, он получает какие-то вот таланты, еще развивает свои профессиональные качества, а женщина, она как бы деградирует, если она только с детьми, ничего больше не делает. И браки, они разрушаются из-за этого тоже, потому что мужчина больше не находит ту женщину, на которой он женился, потому что она потерял какие-то свои интересы или что-то еще. Вот здесь важно из одной крайности опять же в другую не уйти, потому что с одной стороны мы можем сказать, что ценность женщины не в том, сколько у нее детей, но также ценность женщины и не в том, что она сделала для этого общества. Ценность ее, вот как Лиза говорит в самом начале, в том, что она есть, в том, что она дочь. Вот в чем ее ценность, в том, что она носитель Божьей природы здесь, на земле, и она может ничего для этого общества не сделать, для этого мира никаких плодов не принести, условно говоря, но она все равно останется так же ценна. Я знаю, кто ее есть. Да, ценна. И вот об этой ценности, наверное, я думаю, Лиза и говорит, когда она говорит, что пришло время вот этот истинный женский образ в себе находить, развивать и являть его. Вот я думаю, что этот образ это и есть образ Бога в нас, который мы ищем, который мы ищем. Ну вот, и последняя мысль, которая у меня родилась с этим прослушанным отрывком, и Лиза его упоминает, проявление женственности, да, возвращаясь к тому, что такое быть женщиной, но уже сейчас не по сути, а вот проявление женственности, да, проявление женственности. Есть ли во внешности женщины что-то такое в ее поведении, что может, и должно всем напомнить вокруг, что она женщина? Или это не имеет значения? Я согласна со вторым вариантом, потому что сейчас очень тоже, я надеюсь, что уже не так, но было популярно мнение, что если девушка на каблуках и в платье, то она женственная, но если она в джинсах и кроссовках, то она не женственная, определенный стереотип. И если я, например, хочу, мне нравится надевать платье, я сейчас тоже в юбке, правда, мне видно этого. А мне нравится ходить в джинсах. Вот, да. И красотках. Я становлюсь от этого меньше женщины, если я люблю ходить. И даже те же самые женщины тоже ведут себя неправильно по отношению к другим женщинам, когда они, вот, я надел к ним с кублоки и платья, они думают, что я сейчас вырисовываюсь перед мужчинами, но мне просто нравится так. И почему я становлюсь меньше женщины или женственной от того, что я люблю носить бусы, а кто-то другой нет. И это неправильно. То есть внешняя атрибутика, она вот подчеркивает нашу женственность, Маша, или абсолютно все равно? Или женщину не спрятать? Даже если на ней мешок из-под картошки. Что ты думаешь? Женщина не должна спрятать. Особенно, она должна себя преподносить как женщина. Конечно, вот тут тоже есть крайности. А вот советская женщина, это кто? Мешки таскает, фурами там, все, что делала. Вот это вот женская, быстренько перетащила. Да, 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 да. А следующая крайность, которая была уже после, ну, к 90-м годам, я думаю, когда вот эта вот девочка, которая вот, вот вы меня, главное, отвезите куда-нибудь. И в подделность. Да, богатого мне мужа. И вот это, это самая моя мечта, предел моих мечтаний, богатый мужчина. И вот этот золотой середины как раз-таки мы потеряли. Мне понравилось, кстати, вспомню проповедь Олега Борисовича, Патова, когда он просто небольшую фразу сказал, мне больше ничего не надо было. Вот эта фраза, их достаточно. Как часто мы встречаем в семьях, когда женщина, она просто вот перестала быть вот помощником для мужчины. когда, ой, я не донесу, ой, я это не сделаю, ой, это я не буду. Но будь ты помощником, настоящим, тогда ты будешь для мужчины вот той вот потребностью, в той, в ком он нуждается. Не так, что вот ты ничего не умеешь, ты ничего не можешь, ногти боишься сломать, да, а будь той, кто ты будет всегда рядом. Ну, поднеси ты иногда этот стул, когда вот, ну, вот ему нужна эта помощь. И в то же время вспоминаю слова Юли, которая говорила, ну, пусть он носит. Хорошо друг друга балансируют. вы дополняете. Напоминаемую своему мужчину таскать твои пакеты. Пусть, когда ты идешь, не ты прешь эти пакеты, а мужчина, у него просто на инстинкте. Моя женщина несет, значит, я выйду на улицу, заберу у нее пакеты. Ну, тут я согласна. Вот это золотая середина. Например, у нас дома стоит кулер, и там такой большой бойлер. Я у нас дома, у меня этот бойлер. Я не жду, когда придет мой брат или папа, поменяется. То есть вещь, которая ты сама можешь делать. Без воды, что же делать? Но при этом у меня слабые запястья. Я не могу открыть бутылку воды. Вот не могу я это сделать, и все. И мне всегда нужен кто-то, кто откроет мне эту бутылку воды. И вот всегда очень важно сохранять этот баланс, что если я могу донести эти пакеты, и я вижу, что у него тоже какие-то пакеты ему сложно, я не буду идти такая, сумочку свою взяла и пошла, а он тащит себе в зубах эти пакеты. Хорошо, если мы помогаем. То есть проявление природы внутреннее в нас, оно как раз балансирует где-то между тем, что ты не беспомощная, с одной стороны, и можешь позаботиться и о себе, и о людях вокруг, и о своей жизни. С другой стороны, ты не пытаешься взять на себя то, что ты не можешь на себя взять. Ты не пытаешься играть роль, как будто бы ты мужчина, и вместо мужчины справишься лучше, чем мужчина. В общем, чтобы приземлить наш разговор о женственности и о способах ее выражения, наверное, это не одежда, это стереотип, что женственность выражается одеждой. На сегодня в мире это уже все больше и больше стереотип, уходящий куда-то в прошлое. Но тем не менее, в своих манерах, в своем отношении, в своем понимании себя и окружающих людей женщину не должно быть возможным спрятаться. То есть она должна присутствовать. Эта женщина должна быть женственной в том, как она относится к окружающим, с одной стороны, с другой стороны, к себе. Поэтому, с одной стороны, мы говорим, что женщина это не беспомощное нечто, зависящее от мужчины, которая должна сидеть и ждать, когда мужчина придет и спасет ее. Что-то она может сделать сама. С другой стороны, мы не соревнуемся с мужчинами, мы не пытаемся с ними соперничать, мы не даем им понять, что мы без них прекрасно справимся, но, напротив, мы, будучи полностью уверены в себе, демонстрируем им, что они нужны нам, потому что в них есть что-то такое, чего нет в нас. И вот, на мой взгляд, баланс вот этих двух качеств превращает женщину в настоящую женственную женщину, которую не спрячешь из-за мешком картошки. Ну, конечно, лучше, чтобы там был не мешок картошки, но это уже, наверное, другая тема. Но тем не менее, да. И я девушке предлагаю пойти нам дальше и обсудить еще один отрывок из проблем. Женщины, надо каждый день с утра, подходя к зеркалу, говорить, сегодня я стану решением чьей-то проблемы. Сегодня я буду решением проблем моего мужа. Сегодня я буду Божьим решением проблем этого мира. Вы скажете, Иисус решение проблем. Через нас, слышите? Иисус на небесах. Он говорит нам, люди, вы все правильно поняли? Я уже все совершил, вы можете просто действовать. Давайте. Женщинам надо, посмотрев друг на друга, сказать, знаешь, что мне незачем считать тебя угрозой, потому что ты для меня не проблема, а ее решение. Знаете, и мужчины не являются проблемой, но также они для нас не решение проблем. Мы не можем возлагать на своих мужей ответственность за то, чтобы они восполняли все наши нужды. Это может сделать только один Бог. Вот что нам надо делать, принимать жизнь от Бога, а затем распространять ее, разрешая проблемы других. Хорошо. Женщины, вы кто? Верно, вы не проблема. Поэтому, когда вы слышите, жены повинуйтесь своим мужьям, то потому ли это, что вы проблема? Нет, это потому, что вы решение проблемы, потому что вы принцип царства, и потому что это самое лучшее. Это не потому, что вас должен кто-то контролировать, а потому что эту позицию дал вам Бог. Мне так нравятся строчки из песни «Ты должен вести за собой». Для того, чтобы следовать, требуется столько же силы, сколько и для того, чтобы вести. Нам надо вернуть достоинство положению последователя. Бывают моменты, когда вы хотите сказать, «Я бы сделала это намного лучше, если бы только я была мужчиной». Бог, ты сделал большую ошибку. Если бы я была мужчиной, то сделала бы это намного лучше. Нет, нет и нет. Я думаю, что была бы сильной в этом случае только потому, что у меня нет понимания о силе, которая у меня уже есть. Нам надо это изменить. Написано в книге Притч, 29 главе, 18 стихе. «Без откровения свыше народ не обуздан». Нам необходимо, чтобы в церкви было откровение о том, что женщины – это не проблема, а ее решение, что они не проблемные личности, которых надо контролировать, а люди, которым надо обращаться за решением проблем. Когда Ева была представлена Адаму, то что он сделал? Разве он сказал, «Ну, вроде бы, она мне нравится, но кажется, от нее будут проблемы?» Нет, он сказал, «О, это как раз то, что я искал». «Боже, как ты догадался?» «Она само совершенство, она такая изумительная, она будет матерью всех живущих». Он сказал, что эта женщина великолепна. «Мы, дочери Божьи, созданы для решения проблем, для красоты, для восстановления, для взаимоотношений, для любви. Большинство женщин, когда они слышат, вы решение проблемы, а не сама проблема, то им трудно переключить мышление». Да, очень-очень хорошо Лиза говорит, да, и в продолжении темы как раз женщина, решение проблемы или проблемы, кем она является. И вопрос, как на женщину смотрит, и как она, прежде всего, сама на себя смотрит. Да, сама на себя смотрит. Есть одна мысль, которая записалась с прошлого видео, сейчас помню, она тут подходит. Когда она сказала, что женщина как проблема, да, позиционируется в обществе, самая первая мысль была, это как фраза, которую говорят моряки, что женщина на борту к беде. Да, сколько таких фраз, да, летучих, которые дискредитируют образ женщины. Я не знаю, на основании чего эта фраза была сделана, но я слышала ее очень часто в мультиках, в фильмах, пока я росла. Я такая, почему? Или когда какая-нибудь случается беда или трагедия, как говорят французы, шершеля фан, то есть ищите за этим женщин. Это же не так. И тоже, если мы говорим про морскую тему, почему-то все цунами называют тоже именами женщин. Да, слушайте, это должно поменяться. Вообще, что такое? Мы протестуем. Звезды тоже нашими именами называют. Это приятно. Это приятно, да, абсолютно. И после того, как она сказала, что ты не проблема, а ты решение, и она подняла еще, знаете, что наше понимание, что мы можем быть просто, не просто решением для Адама, да, вот Бог дал Адаму, Еву, но не просто решением для семьи внутри, может быть, в церкви. А она еще сказала, ты можешь быть решением для всего мира. То есть настолько, как бы, Господь смотрит на тебя другими глазами, ты можешь быть решением, не просто где-то там внизу спрятанным решением, если что, я подтиру, там, если что, я сделаю. Нет, ты можешь быть решением для всего мира. И у нас есть примеры такие, да, у нас есть мать Терези, у нас есть София Шоль, и очень много других женщин, которые каким-то своим решением не подумали о том, что вот я женщина, я не могу. Они вот приняли решение и несли образ Христа в себе, независимо от того, какого пола они были. Это правда, это правда. Еще одну мысль она подняла, Лиза, которую, мне кажется, было бы тоже интересно обсудить, это отношение женщин к мужчинам. То есть, опять же, есть две крайности. С одной стороны, феминистки говорят, что мужчины это наша проблема, поэтому давайте мы от них избавимся. Убьем тебя от мужчин. И действительно, как она говорила вот в предыдущих отрывках, очень многие женщины феминистки, хотя они и звучат вроде как правильно, да, красиво и жизнеутверждающе, и мотивирующе, но за тем, что они говорят, как правило, стоит гнев на мужчин. Или какая-то боль. Боль какая-то, какая-то обида, то есть, мужчины виноваты в наших проблемах. И другая крайность, это когда женщины видят мужчин ответом на все свои проблемы. Да, вот я выйду замуж. Мужчине ответ на все. Вот давайте вот как-то вот об этом поговорим. Где же золотая середина-то? Она где-то есть. Где? Мужчина по отношению к женщине, это кто он? Какой должен быть? Как его надо воспринимать? Что все закладывается в партнерских отношениях. Когда мы вступаем в брак, или когда мы думаем о браке, или мы еще помолвлены, мы ставим себе вот это вот правило, что не кто-то выше, или кто-то ниже. Да, мужчина глава семьи, но при этом у нас партнерские отношения. Что я восполняю какие-то твои нужды, ты восполняешь какие-то мои нужды. Каждый играет свою роль. Да, и это очень важно. И поэтому наверняка еще есть эта история о том, что там вот выйти замуж за красивого и богатого, и это все, что от тебя нужно, то есть, и родить детей. Но твои проблемы как человека, и твои роли, твоего призвания, она не решается, потому что Господь призвал каждого из нас. И когда мы пойдем на небо, мы не пойдем на небо как чья-то жена или как чья-то мама. Однозначно. Мы пойдем как мы сами. Прицепом. Да, и Господь спросит, а что ты сделала для Царства Божьего? Как ты воспомнила, как ты использовала таланты? Как ты использовала те дары, которые я тебе дал. Да, и поэтому... А таланты даются всем. Да, и мы не сможем сказать, вот что вот мой муж что-то там не разрешил мне или вот муж не помог мне, поэтому я не смогла это сделать. Это не прокатит. Да, слава богу, слава богу. Но и в то же время мы должны понимать, что рядом с великими мужчинами всегда стояла женщина. Всегда. Это та опора и плечо, к которому он, будучи сильным, мог прийти и иногда просто быть слабым. Да, мы часто слышим, мужчины не плачут, мужчинам вообще там, он должен быть сильным. Я один раз, помню, стою на кассе и мой сын, он еще был маленький, старший, плакал, что-то хотел. И кассирша говорит, мужчины не плачут. Я просто спокойно забирала свои покупки и говорила, вы знаете, если он не будет плакать, он в 50 лет помрет от сердечного приступа. И мужчина, который шел следом за нами в очереди, он посмотрел на меня такими глазами и он осознал, насколько его тоже ценят, что он тоже может быть слабым. это получается обратно сексизм, что вот мужчины не плачут, мужчины должны быть сильными, а вот мужчины должны. Да, и мы зачастую забываем, что мужчине тоже какие-то требования накладывают, и тогда они теряют свою ценность как человека, что если я устал, я хочу поплакать. Это реакция моего организма. И это совершенно нормально, если кто-то умер, родители мои, кто-то из близких, и если я поплачу, я выплесну какую-то эмоцию, и мне станет легче. И от того, что мужчина не может это делать, это плохо для здоровья. Да, в здоровой семье там даже уже нет договоренности. Там уже действует муж с женой сами по себе. Жена знает, когда нужно быть сильной. А знает, когда... Интуитивно, автоматически, друг подруга подстроились. По взгляду. Мужчина знает, когда промолчать. Вот только один взгляд, и мужчина понял, лучше молчать. Она сейчас устроит. Вот. И вот это вот должно быть в настоящей, здравой семье. Там, где любят друг друга. Там, где служат друг другу. Вот это вот должно быть. И тут тоже еще важный момент, помимо интуитивно, не у всех развита интуиция. И я тоже часто иногда слышу, или вижу... Но ее можно развить. Да. Как парни говорят, что вот мы не понимаем намеков, нам нужно сказать прямо. И поэтому очень важно проговаривать какие-то моменты. Вот это точно. Что, например, если... У меня есть такой момент, что если я говорю серьезно, и кто-то начинает шутить, я начинаю злиться из-за этого. Потому что сейчас я веду серьезный разговор. Я хочу прийти к какому-то решению. И если человек в ответ шутит... Он обесценивает, да, что ты говоришь. Конечно. Это, наверное, для меня важно, если я проговорю эти моменты, если человек это сделает, это какой-то мой будущий муж или какой-то парень, и я должна сказать, что меня это злит. Не злиться на него, и потом... Тихо-молочку там себе где-то, да? Да, пассивно, агрессивно. А вот сказать, что меня это злит... То есть это очень мудро. Да, и то же самое, это из-за того, что я очень много читаю, и это потому, что надо прийти понять себя и тогда уже понять других людей. Если вы не говорите о своих чувствах и эмоциях, то даже интуитивно будет сложно понять. Чем требовать от другого, если ты сам не выражаешься эмоций, не говоришь, что ты хочешь? Сам закрываешься от контакта, да? Сам закрываешься, да? То есть очень важно идти... То есть вывод, который я делаю, вот послушав вас девушки, что очень важно идти на искренний контакт и искать сближение, если мы говорим о браке, о партнерских отношениях с мужчиной, искать истинного сближения, а не просто какого-то формального исполнения каких-то стереотипных ролей, а действительно, чтобы жить душа в душу и понимать... Задача женщины в данном случае понимать и мужчину, как сына Божьего, да, сотворенного по образу и подобию Божьему, и понимать себя, свою роль, что я могу дать Ему, для чего Бог создал меня. Вот я здесь записала себе, Лиза прекрасную фразу сказала, прямо на... Ее надо выгравировать в граните и повесить на стену, если вы в браке. Чтобы следовать, надо столько же силы, сколько вести. Это к вопросу того, что апостол Павел, например, говорит о мужчинах и женщинах в браке. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу. Мужья любите своих жен. То есть мы опять с вами возвращаемся к теме ролей мужей и жен. И здесь мы видим, с одной стороны, муж глава, а жена следует за ним. И опять же, стереотип, стереотипный взгляд, что следовать, это более такая... унизительная или, скажем так, легкая, легкомысленная позиция, нежели вести. Чтобы вести, надо больше каких-то там качеств, возможностей, сил, усилий. И вот мне это очень понравилось. Но чтобы следовать, надо столько же сил. Это тоже умение. А иногда же за тем, кем ты следуешь, нужно еще и подталкивать, чтобы мотивировать. То есть, Лидия, вот, Маш, мы и приходим к ключевой мысли, каковы же роли настоящие мужей и жен по отношению друг к другу, если мы говорим о браке. Вот я убеждена, что эти роли не сводятся к тому, что мужчина, опять же, стереотипно добытчик, так вот он чтобы обеспечил, финансы, работал. Абсолютно стереотипная роль, потому что он может обеспечивать и работать на пяти работах, но если он своей жене никогда не говорит, например, что он ее любит, что он ее ценит, он не выполняет свою роль, как муж. То есть, он не являет для нее образ Христа, он не любит ее, как Христос. Написано, возлюби, как Христос. Опять же, если мы говорим о Христе, то Христос, как он был, он был лидер, он говорил со своими учениками, кто хочет между вами быть главою, да будет слугою. То есть, что значит? Это значит служить своей жене, не просто там зарабатывать, а служить своей жене, своим детям. То есть, делать все от себя зависящее, чтобы рядом с тобой твоя женщина достигла максимум своего потенциала. В том числе, если у тебя, Маш, например, способности предпринимателя, то твой муж, если он действительно повинуется вот этому божьему наказу, любить свою жену, он видит этот потенциал, он поддерживает этот потенциал. Он его взращивает, я бы сказала, мотивирует, да? Что Борис так и делает. Абсолютно. И Борис часто говорит, что вот если не показать ценность своей жены, любовь вот эту вот ей не проявить, да, то тогда главенство так не над кем. Вот. Какой ты глава, если у тебя не на таким главенство. А если мы говорим о жене, да, и о ее роли, вот что она может в жизнь мужчины привнести, вот что она приносит, опять же, абсолютный стереотип, что ее задача сводится там к стирке, к готовке, к уборке, но готовят сегодня всякие какие-то технические там приборы, люди дома даже не я. Вот к этому у меня тоже есть один такой момент, что уметь готовить, убирать за собой и стирать, это твои базовые навыки, знания должны быть. Абсолютно. Каждый может сам о себе позаботиться. если ты не можешь о себе позаботиться, то это скорее твоя проблема, нежели другого человека, который не делает что-то для тебя. Получается, какова же ее роль по отношению к мужу? Это, как ты, Маша, точно сказала, это ободрить его, подбодрить его, сказать ему каждый день, что он как бог в этом мире, что он образ и подобие бога в этом мире, да, чтобы он был ободрен, чтобы он не унывал, не отчаивался, не сомневался. Это мудрость женщины. Это мудрость женщины. Если она это не сделала сегодня, то завтра идти некуда будет. Абсолютно. И я тоже записала себе такую фразу, сказала Лиза, она сказала, что женщина-помощница это принцип царства божьего. Да, очень классная фраза. Это принцип царства божьего. И интересную она еще вещь сказала, и мы после этого перейдем к следующему отрывку. Женщину не надо контролировать, но обращаться к ней за решением проблемы. То есть смотри, когда я как женщина понимаю, что меня ценят, когда мне не пытаются указать мне мое место, ты представляешь меня на каком-то там месте с твоей точки зрения, с твоей точки зрения, я на этом месте должна быть. это пренебрежение мною как женщина, это пренебрежение образом Бога во мне как женщине. но когда ты понимаешь действительно мою ценность и то, что я представляю из себя как женщина, когда ты обратишься ко мне за помощью, ты обратишься ко мне за решением проблемы. Потрясающе, мне кажется. и как ценно, когда мужчина может прийти домой рассказать, вот у меня на работе было вот это, как ты думаешь, что бы ты сделала в таком решении? Женщина, которая сидит с детьми, она не работает, у нее вот все складывается, что мной пользуются, у меня нет жизни. Это вот тот самый комплекс жертв, который близок говорит. Абсолютно. И тут приходит мужчина и говорит, а как ты думаешь, насколько ее ценность в глазах, ее же ценность поднимается. Да, со мной советуется. Я интересна. Мое мнение интересно. Это же кладезь для мужчин. Это очень важно. Но сначала мы сами о себе должны так думать, что мы не проблема, а что мы действительно имеем, что ответить в любой ситуации. Правда? Ну что, посмотрим еще один. Хотим занимать лидирующее положение, потому что мы можем быть лидерами. Мы можем руководить. Все говорят, если бы женщинам позволили всем руководить, они бы навели порядок. Это неправда. Когда дьявол сказал ей, что она может быть как Всевышний, она отдала свою настоящую власть. Да. Женщина отказалась от своей настоящей власти, чтобы пойти путем этого мира. И это происходит в наши дни. Не правда ли? Безусловно. Я еще никогда не видела женщин такими бессильными, как сейчас. Это настоящая проблема. Наша культура очень запутана. У нас есть женщины, которые говорят, мы должны быть сильными, мы должны быть как мужчины. У нас есть мужчины, которые пытаются быть как женщины. И мы совершенно отошли от задания запечатлевать образ Божий на земле. Поскольку в 27 стихе первой главы бытия сказано, что мужчина и женщина запечатлевают образ или отображение Бога на земле. И нам действительно необходимо это вернуть. Нам нужно это исправить. Обычная фраза «ты дерешься как девчонка» считается оскорбительной. Если вам говорят «ты дерешься как девчонка», это значит, что ты щипался, царапался и кусался. Я это знаю, так как у меня в семье пять мужчин. То есть вы обращаетесь к чувствительным зонам. Женщины склонны иметь доступ к чувствительным зонам. Они склонны иметь доступ к сердцу. Поэтому я захотела взять и перевернуть представление об этом, сказав, «как бы это выглядело, если бы фраза «сражаешься как женщина» звучала комплиментом, а не оскорблением? Мне 49 лет и приблизительно в те годы, когда я родилась, появились феминистки. Они сказали, «если ты хочешь быть сильной как женщина, тебе придется стать мужчиной. Нам придется вести себя как мужчинам, нам придется войти в их мир, нам придется вытеснить их, нам придется стать лучшими во всем, что делают они. Мы устраним их с пути». Но знаете что? Мы утратили силу того, что значит быть женщиной. Женщины могут делать все то же, что и мужчины, но знаете что? Мужчина не всегда может сделать то, что может женщина. Мой муж почти лишился чувства во время моих родов. Я говорила, «Эй, приятель, я сейчас рожу, ради этого ты должен быть в сознании». Но он никогда не смог бы родить. Выкормить никоим образом, он не выкормил бы детей и пяти минут. Но у женщин есть способность делать самые уникальные вещи. И в эти последние дни нам необходим вклад женщин. Я также верю, что мы сейчас видим то, что, как сказано в пророчествах, Бог собирается сделать на земле. В Библии, в 17 стихе второй главы книги Деяний, сказано, что в последние дни на сыновей и дочерей, на юношей и старцев, на рабов моих и залью от духа моего и будут пророчествовать. Сказано, «И покажу». Бог покажет. Когда все это начнет происходить, Бог говорит, «И покажу чудеса на небе, наверху, и знамения на земле, внизу». Мы все хотим большего. Я не удовлетворена тем, что видела. Я люблю Бога. Он совершил удивительные вещи в моей жизни, для моей семьи и в жизни знакомых мне людей. Но знаете что? Я жажду больше того, что я видела. И Бог постоянно повторяет, «Женщинам придется начать действовать. Женщинам придется сделать свой вклад. Женщинам придется сражаться за то, за что я помазал их сражаться». Понимаете, мужчины сражаются не за то, за что женщины. Мужчины хорошо планируют войны, а женщины хорошо планируют свадьбы. И нас на горизонте ждет как война, так и свадьба. Поэтому нам необходимо, чтобы помазание дочерей Божьих и помазание сыновей Божьих начали объединяться. И мы начали просить у небес высвобождения того, что должно быть высвобождено на земле. Когда я писала эту книгу, «Вынуждена быть с тобой честной, Келли», это было мое исследование за 26 лет христианства, исследование вопроса, «Что значит быть сильной, целенаправленной христианкой, не идя на компромисс со своей женственностью, не выглядя как мужчина, не будучи пассивно агрессивной и совершенно бесполезной?» Я пришла в церковь, когда мне был 21 год. И я помню, когда я спаслась. Я пришла с желанием, «Вот я! Я знаю, что вы все меня ждали! И вот я здесь, я здесь, я здесь, я не замужем, я здесь, чтобы служить!» А мне сказали, «Это немного проблематично, что ты не замужем, твоя голова не покрыта». Я сказала, «Хорошо, вот так подойдет?» Мне ответили, «Нет, нет, так не пойдет, так не пойдет, ты должна быть замужем». Затем я вышла замуж, и мне сказали, «Ты замужем, но мы пока что не знаем, что делать с женщинами, ты можешь делать это и вот это». Знаешь, Кэлли, я делала все, я выполняла все, так как я была женщиной, которую Бог полностью искупил, и у меня было усердное сердце. И я сказала, «Возьми все, что у меня есть, и если у меня нет какого-то таланта Божия, дай его мне, и я буду для тебя такой женщиной, и я буду такой, какой я тебе нужна, и я буду такой женщиной». Когда я пришла в церковь, я присматривалась, я искала матерей, я как будто спрашивала, «Вы ищите меня?» Поскольку я вас ищу, но они во мне не нуждались, и я помню, как я задумалась, «Я не знаю, что значит быть женщиной Божьей». И Бог начал побуждать в моем сердце понимание, что существует разрыв между поколениями. Да, очень интересные темы, да, Лиза поднимает. Может ли женщина руководить, да, что такое бессильные женщины, и как это выражается, когда женщина действительно не знает и не уверена в своей силе, и тогда она думает, что если она будет действовать как мужчина, то это придаст ей силы и придаст ей авторитет. В глазах других. И вот, кстати, про женщин-руководителей я знаю, что тоже есть такой момент, тоже такой стереотип, что женщина-руководитель – это плохо, она слишком эмоциональная, не сможет принимать завешенные решения. И это совершенно неправда, потому что мы принижаем ее какие-то таланты и способности, ее профессионализм от того, что она вот чуть эмоциональнее, чем мы. Но при этом, когда мы видим во всяких фильмах и сериалах, когда какая-то планерка или тучка на работе, и мужчины выходят из себя и там раскидывают бумажками, это почему-то мы интервью как нормальное явление. Стереотипы. Да, а если бы женщина вышла из себя и начала бы раскидываться бумажками, то женщина, она вот слишком эмоциональная, не сможет быть руководителем. Вспомнить за рулем, когда едешь, и когда кто-то едет не так, ну, это женщина за рулем. Сразу же. Просто, причем говорят и мужчины, и женщины. Это была женщина за рулем. У меня уже третьи скоро будут права, заменены. И я понимаю, что женщины будут гораздо иногда аккуратнее. Да, начинающие могут быть неаккуратной. Но женщина, которая особенно еще и мать, у нее вот этот инстинкт самосохранения, он гораздо выше. И когда говорить, что женщина неаккуратна за рулем, ну, это не совсем правда. Я не согласна. Я согласна, в смысле, с вами, но я согласна вот с этим мнением, потому что моя мама очень хороший водитель. И иногда, чаще всего, когда мы едем куда-то с семьей, мама будет водить, а папа такой, ну, я буду отдыхать, потому что она хорошо водит, он спокойно может лечь спать, не думая о том, попадем в аварию или нет, потому что он доверяет и знает, что она хороший водитель, вне зависимости от того, женщина она или нет. В чем сила женщины? В чем сила тогда нас? Нас? Да. В чем мы сильны? В том, что мы видим как-то под другим углом ситуацию. Мужчина, он рационален, он видит вот так вот, да? Часто замечаешь, когда подходит жена, ты сейчас сделал не так, обидел сейчас этого человека. Или подойди вот сейчас в этот момент в нужный, вот это вот направление своего мужчины. Сейчас тебе нужно сделать вот это вот и сделать. И мудрый мужчина, он послушает, потому что он знает силу. Если она заметила, значит, что-то здесь есть. Потому что мужчине, ну, не дано что-то замечать в промежутках, между пальцами, а женщина дано это. И вспомним, да, что первые, кто бежал к Иисусу, были женщины. Те, кто шли, когда Иисус с него скрест, это были женщины. Те, которые готовы были стоять, всегда эмоционально быть с тобой, быть рядом. Я тот, кто буду рядом, несмотря ни на что. Мужчины побежали, побежали. Да, и женщины были теми, кто вот сейчас мы празднуем скоро Пасху, что женщины были те, кто встретил Иисус, они были первыми, кому явился Иисус. Он только потом сказал, передай мужчинам, что вот я есть. Потому что женщины есть больше способность верить, это мое личное мнение, чем мужчины, принимая что-то на веру. И то же самое можем видеть по статистике в церквях. Чаще всего это мамы, бабушки, которые приводят своих детей, а муж, либо он не верующий, либо вот... Дошел после. Да. То есть можно сказать, жены и женщины очень часто прикрывают тылы. своих мужчин. Абсолютно. И очень важно делать это правильно, в правильном духе, не в духе превосходства над мужчинами, а именно в духе помощника. Да. Потому что я хочу помочь и покрыть твои слабости, а не обнажить их перед всем честным народом, не опозорить тебя, не сказать тебе, смотри-ка, ты тут не справился, потому что я тебе говорила, у меня бы получилось лучше. Вот это точно не делать вещи в женской природе. Это как раз от природы соперничества. Когда женщина соперничает с мужчиной и пытается занять его место, тогда она может вести себя подобным образом. Но если она действительно ведет себя как женщина, и, как Лиза говорит, сражается как женщина... Понимает свою ценность. Да. И понимает, в чем она сильна, и в чем ее сила, и в чем эта сила будет проявлена. Я верю, что ее сила в том, чтобы в том числе покрыть своими сильными сторонами те слабые стороны, или, может быть, недостаточно укрепленные, которые есть в мужа или в мужчинах. Не случайно же у нас, как ты, Маш, сказал, даже взгляд на вещи разный. Мужчины действительно, даже с точки зрения психологии, да, у них такой туннельный взгляд, сосредоточен на чем-то одном. Женщины, у них такой как радар взгляд. Они видят сразу много деталей, но им сложнее концентрироваться на чем-то одном, потому что они одновременно много чего видят. И не надо. И не нужно. Не надо, да. Поэтому не надо делать то, что не твое. Да, абсолютно. Но делай свое и делай это хорошо. Да. И вот говоря о интересную мысль, сказала Лиза здесь, о вкладе женщин, о вкладе женщин, о их роли в современной церкви, в современном обществе. Интересную мысль, такую даже пророческую где-то она высказала, что у нас на горизонте ждет и свадьба, и война. и война, это, конечно, духовная война, и свадьба, это духовная свадьба до Христа Агнца и его невесты. И она интересную мысль озвучила, что у мужчин, у мужчин лучше получается воевать, а у женщин лучше готовить свадьбу, планировать свадьбу. Но нужно делать и то, и другое. Мы не можем все только воевать, не можем все только готовиться к свадьбе. Поэтому и роль и мужчин, и женщин важна, и женщин и мужчин нужны. В социальных сетях есть шутка про войны, и если бы женщины были главами государств, то не было бы государств, которые воюют, были бы государства, которые друг с другом не разговаривают. Да, может, это, наверное, тоже стереотип, а может быть, наоборот. Мы бы устроили какие-нибудь пограничные зоны, где только и делали бы, что друг с другом общались. Но, наконец, последняя мысль о которой она говорила, когда она сама пришла в церковь, еще будучи молодой девушкой, и попыталась себя как-то там применить и реализовать, то есть говоря о том вкладе, который женщина может сделать, в том числе в Царстве Божьем, в Церкви, какой этот вклад может быть? Нет ли у нас сегодня тоже опасности продолжать жить в этих стереотипах и не дать женщине занять то место, которое она должна занять, чтобы церковь Божья стала той церковью, которая призвала ее Христос. Но сейчас изменилось, сколько уже, лет 11, была проповедь назад, сейчас уже поменялось понимание мужчин, как можно применить женщину, и женщин уже можем... У женщин у самих поменялось. У женщин у самих поменялось. И мы уже можем видеть, когда женщина руководит отделом каким-то, и это здорово, это здорово, потому что есть вещи... Женщина проповедует уже. Женщина проповедует, Проповедует, учит на библейских семинарах. А как же жены, которые молчают, должны в церкви? Она пусть дома и молчит, ничего страшного. А тут она пусть нам говорит, потому что без этого мы не вырастим. И мужчина не вырастет. Как мужчина поймет женщину, если женщина ему не скажет об этом? Ну и плюс, опять-таки, возвращаем к тому, что Господь действует в каждом человеке. И если, например, мы не позволим, вот женщина получила какое-то слово, переработала его, проработала со всеми идеологистами и так далее, и если мы не дадим ей это слово сказать, высказать публично, то мы потеряем какое-то откровение от Бога. И, возможно, мы не сможем в чем-то взраститься, если мы не дадим Духу Божьему действовать. Потому что Дух Святой не смотрит на то мужчина ты или женщина. Он действует через тебя. И если мы запрещаем женщинам говорить в собраниях, то это... То есть получается, что картину целиком о Царстве Божьем, откровение о Боге даже внутри церкви. Целиком мы эту картину можем воспринять и увидеть, только если и мужчины, и женщины будут служить теми дарами, которые Бог вложил в их сердца и в их жизни. Если мы будем чем-то одним пренебрегать или кем-то одним пренебрегать, то у нас всегда будет какая-то однобокая весть или однобокое послание. То есть, по сути, мы половиним самого Бога. Абсолютно. И кто нам дает право вообще пренебрегать? Потому что Господь дал и женщину, и мужчину, и таланты дал, и тому, и другому. Он не разделял, когда раздавал таланты. И почему? Это же опасно. Мужчине говорить, ты не должна быть здесь, ты не должна говорить, ты не должна. Да, женщину порой нужно остановить. Долгое время в церквях эта идея культивировалась. И в некоторых церквях по сей день женщина не может взять микрофон, например, что-то говорить, с кафедры проповедовать, учить. И она ходит там с покрытой головой в знак власти над ней там мужчины. И по сей день это существует в определенных религиозных кругах. Только вот вопрос к мужчине, вот он действительно не боится ли? Потому что с него спросят. Господь спросит, ты знаешь, я тут Марфу рядом посадил с тобой. И она должна была вот это место занять. Она должна была в этот момент тебе сказать, или пророчествовать. И тогда твоя бы церковь пошла бы чуть-чуть в другую сторону. Твое служение бы пошло. И хотя бы заниматься тем, в чем она была сильна. Да. Безусловно. Поэтому, ну, чтобы как-то подытожить нашу тему, то, о чем мы говорили, вот, когда мы думаем о том, что такое феминизм, да, вот, феминизм. Какие у нас ассоциации это вызывает? Я все-таки хочу быть частью тех людей, которые думают, что феминизм это хорошо, но не вдаваться вот в этот радикализм, который есть. Потому что феминизм сам по себе принес очень много всего положительного, и как мы уже начали с того, чтобы мы сидим здесь, отчасти благодаря феминизму. И при этом не бичевать тех людей, которые вот за феминизм. И понимать, почему они это делают, для чего они это делают. И, может быть, они, феминизм, то же самое в России, они чаще всего борются вот именно с домашним насилием, с домогательствами на работе, для законов, создают кризисные центры, вот, вознимают социальным служением. И знаете, что очень много людей, которые борются с этим и помогают людям. И феминизм сам по себе неплох, но то, как люди интерпретируют это, как они портят и подставляют под свою какую-то выгоду, вот это тогда уже плохо, как инструмент расслабления. В таком случае, наверное, то, что ты, Аня, описываешь, это, наверное, не слово, он феминизм нужно назвать, потому что у феминизма все-таки есть определенные критерии, там, градации, как это определяется. И сегодня это откровенная борьба женщин, в принципе, как и было всегда, за свое право делать все то же самое, что делают мужчины вместе с ними быть на равных, со всеми вытекающими отсюда последствиями, да, с другой стороны, к этому же праву примешивается их право на собственное тело, потому что самое агрессивное движение, наиболее агрессивно продвигающее право женщин на аборт, это движение феминиста, феминиста, к сожалению, сами женщины это делают, как бы пытаясь в своей эмансипации провозгласить еще и свое право на то, что мое тело мое дело. И плохо относится к другим женщинам, которые не согласны с ними. Конечно, это не к божьему замыслу, ни к христианству, ни к настоящим ценностям библейским не имеет никакого отношения. С другой стороны, я с тобой согласна, что феминизм неоднозначен в том смысле, что действительно, благодаря некоторым вещам, которые происходили в истории, и роль женщины, и ее положение сегодня в обществе, в мире, да и в церкви сильно изменилось. То есть общество, мужское общество было вынуждено посмотреть на женщину как-то иначе. Да и женщины стали на себя иначе смотреть. Но, тем не менее, феминизм не стал ответом на существующую проблему, когда женщины подавлялись мужчинами, их роль ограничивалась семьей детьми. Феминизм ответом на эту проблему не стал, не является и никогда не будет. А что может стать ответом? Здравое понимание Библии. Вот. И понимание себя. И христианство. Христианство, которое сейчас не все, как мы до этого сказали, тоже оценили женскую роль и вообще посмотрели Библию не с призмы, как я хочу видеть Библию, потому что мы иногда Библию смотрим, как мне выгодно. под себя. Да, в том числе феминистки, которые нам заложили под себя. Абсолютно, да. И те же люди нетрадиционной ориентации Библию трактуют так, как они это хотят. Но то, как мы смотрим по-настоящему на Библию и то, как мы смотрим на Господа и Бог, как Он смотрит на нас, вот это нам дает меняться. И мужчина, его не заставили признать женщину. Вот заставить можно, и мужчина или женщина, она пойдет, она сделает то, что ты заставишь ее сделать. Но в то же время она встанет, но она внутри будет себя сидеть. А вот изменения приносят, когда я принимаю решение все-таки быть другим. И мужчины, они приняли решение, что да, женщина, она имеет свою роль в этом обществе. И она цена в глазах Господа. И это только через Библию. И истинно, настоящую. Действие Духа Божьего, безусловно, должно здесь происходить. Ну, во-первых, внутри самих женщин должно быть это Божье движение. Несомненно, потому что у женщин, живущих в современном мире, все равно остается эта опасность недооценить ну, такую шаткую платформу феминисток. И стоять на этой платформе и пытаться с этой платформой оперировать в обществе. А платформа феминисток сегодня определенная. То есть они пытаются выместить мужчин. Это некая месть мужчинам за то, что они раньше делали с женщинами. И делали они действительно с ними все не очень хорошо и даже делают по сей день. Там и то же самое насилие, и пренебрежение женщинами, и использование женщин, да, в каких-то своих целях. И взгляд на женщину как на вот какой-то сексуальный объект. И безусловно, они что-то делают. Но должна ли женщина мстить? Да ни в коем случае. А что должна женщина делать? Обращаться к первоисточнику, к Богу, искать с Ним связи. И позволять Ему формировать вот тот образ себя как дочери. Я в первую очередь дочь. Да, абсолютно верно. Как женщины, как его творение в этом мире. И не сражаться с мужчиной. А и бесполезно. Женщины – это образ Бога на земле. И не сражаться с другими женщинами. Да вот. И мужчины – это образ Бога на земле. И мы нужны друг другу. И только вместе мы можем являть этому миру Христа. Спасибо вам большое, дорогие мои сестры. Я думаю, что мы на этом закончим. Большое спасибо вам. До свидания. Пока.